И эта тема называется «Опасность компромиссов или гиперблагодать?». В Писании много раз Бог говорит о благословении, да? Он много раз говорит о любви, о милости, о том, что Он всегда нас поддержит, о том, что Он всегда нам поможет. Но если мы читаем Писание, Он немало раз говорит о предостережениях. Ну, правда? То есть, ну, если в комплексе смотреть как бы Писание, потому что Библия – это комплексная книга, это не односторонняя книга. И мы видим, что в Писании Он, Господь, поднимая темы именно о предостережениях. И первое предостережение – это было Адаме и Еве, да? Помните, что Он сказал? Он создал сад красивый, все было замечательно. Он сказал, живите, наслаждайтесь, просто отдыхайте, я буду с вами, но не прикасайтесь к определенным вещам, да? Он к этому плод, запретный плод. И мы видим, что это было предостережение. И мы видим последнее книга Откровения, тоже Господь, мы об этом будем говорить, Он говорит о предостережениях. Ну, и на протяжении как бы всей Библии Он говорит. И я думаю, что не нужно этого бояться, потому что многие, ну, как бы боятся как огня. О, там это, убегают, даже как-то пытаются, знаете, там соревноваться. То есть, для чего Бог дает нам предостережение? Для того, чтобы обезопасить нас или оградить. Ну, правда же? Ну, не для того, чтобы там, ну, напугать нам, прийти там, сказать, аааа, там это. Нет. То есть, цель предостережения для того, чтобы обезопасить нас или оградить от, ну, от того, что окружает нас. Ну, пример, да, даже обычный пример, дорожные знаки, да, все, ну, многие вредители, как бы, есть дорожные знаки. И вот для чего они даны, да, вот, ну, например, вот вы едете на машине, и вот дорожный знак, там, допустим, пешеходный, вы же не думаете, ой, какой красивый человечек нарисован, такой красивый человечек, так здорово, да, поеду побыстрее. Нет, то есть он говорит о том, что вам нужно притормозить, да, остановиться, потому что пешеходный переход нужно пропустить и так далее. Ну, правильно, да, и лично много-много, если мы говорим о дорожных знаках, там, допустим, проезд запрещен, там, да, допустим, или там, допустим, знак этот стоит кирпич такого красного цвета, вы думаете, ой, какой красивый цвет, вообще мой цвет самый любимый, наверное, нужно просто поехать вон туда вот, куда этот цвет направлять. Нет, то есть эти знаки, они, что делают? Предостерегают нас от какой-либо опасности. Так же самое и Слово Божие, оно тоже предостерегает нас. Аминь. Не потому что хочет нас напугать, чтобы мы ходили в страхе, но Бог по Своей любви и милости хочет предостеречь нас, чтобы мы не попали в какие-то ситуации, которые могут привести к очень серьёзным последствиям. И мы это видим. И что Бог говорит в Писании, сказано по поводу, по поводу то, что может привести к греху. Ну, мы знаем, Писание говорит, да, не смотрите на вино. Есть такое, да? Скажи, я не смотрю, я его сразу, что же на него смотреть? Сразу его в дело и всё, что же там, смотреть на него. Ну, Писание говорит о том, что не смотрите, потому что, ну, не сразу, конечно же, а потом, впоследствии, да, как оно там искрится, ну, впоследствии оно что сделает? Ужалит тебя. Ужалит тебя, да. Поэтому смотреть не надо. Писание говорит, не сидеть в собрании развратителей, да, Псалом номер первый. Ну, говорит такое Писание, да? Ну, а что не сидеть? Ну, потому что, как, даже добрые нравы могут, к сожалению, стать очень плохими. Если ты хороший человек, но Бог меня призвал находиться в этой компании, проповедовать. Вы знаете, когда пришёл к Господу, я попытался проповедовать своим друзьям, которые, ну, не очень хорошим занимались. И вся эта проповедь заканчивалась тем, что я уезжал, едва на ногах стоявший, уезжал домой. И я потом понял, думаю, Боже мой, я, что я делаю? Я позорю себя и вообще. Я не буду туда ездить. Я понимаю, что если Бог призывает кого-то, я всё это понимаю. Но вы должны, ну, сам понимать, что, ну, Библия рекомендует, даже Господь предостерегает, не находиться в собрании, ну, развратных людей. Ну, не находиться. Потому что впоследствии оно по-любому, ну, ты станешь таким. Как бы ты ни хотел, какой бы ты ни был, ты сильный, там, смелый. Но если ты будешь находиться, ты со временем, ну, станешь таким. Писание говорит о том, чтобы мы бегали блуда, правильно? Ну, то есть нужно бегать, потому что можно попасть. Писание говорит, чтобы мы не осуждали, чтобы мы не сплетничали. Ну, а как же ж не поговорить там, не по это? Помните, я говорил, что такое сплетня, да? Сплетня – это то, что в чём я не разобрался, да, и то, что вообще меня не касается. А именно так хочется поговорить о том, что не касается, просто аж прямо чешется всё. Поэтому Писание, оно говорит, потому что если кто-то сказал, что если ты осуждаешь и сплетничаешь сегодня, то завтра тебя будут тоже осуждать, и ты попадёшь под такое влияние, как сплетня. Поэтому Бог… и эти все вещи, я не буду перечислять как бы всё от сотворения как бы мира. Там мы знаем многие-многие, Бог предупреждает нас. И, конечно, можно задать вопрос, а что же можно? Знаете, многие люди говорят, что к Богу идти? Там же ничего нельзя, пить нельзя, курить нельзя, как это, гулять нельзя, ничего нельзя. Что же? Что же? Зачем тогда к Богу идти? Если ничего нельзя, это же жизнь дана один раз, и нужно её как прожить? Оно и не слышно. Свято. Аминь. Нужно прожить её свято. Вы знаете, но Писание, оно говорит то, что… Помните, есть такая песня, что Бог разрешает делать всё, кроме… кроме греха. Я думаю, что можно делать то, что не будет вредить тебе и не будет вредить и людям. И то, что не приводит к греху. Есть много моментов, где Бог разрешает. Бог даёт нам благодать. Мы потом поговорим чуть-чуть об этом. Бог даёт нам наслаждаться, общаться, делиться, отдыхать. Отдыхать в Боге. Наслаждаться тем, что Он дал нам. Многое, что Бог, Он не посадил нас в клеточку и сказал, шаг в право, шаг в лево, расстрел. Нет. Бог любит нас, и Он многое нам дал. Единственное, чего Он нас оградил, это чтобы мы… от того, что приводит нас к греху. Потому что грех, Он разделяет человека с Богом. Ну, правда. Хотим, Он разделяет. И есть последствия. И оно как ком накапливается, а потом приводит к последствиям. Человек, который выпил там немножко водочки, он не сразу становится алкоголиком. Мы представляем, что человек может, знаете, не сразу стать грешником. Но не бывает, ты любишь Бога, ты прославляешь Бога, тут ты уставший от служения, наслаждённый, пришёл домой, заснул, утром проснулся, ты уже неверующий. Ну, такого не бывает. Оно всё, это всё, знаете, последовательность, то есть, ну, оно всё потихонечку, потихонечку накапливается и приводит к этому. Поэтому, ну, я сегодня говорю, хочу сказать, ну, о одном из предостережений, которые я, ну, как бы не назвал сегодня, то, что я называл, именно о компромиссах. Опасность компромиссов. Это тоже одно из предостережений, чтобы мы не шли на компромиссы, мы там просто посмотрим дальше, к чему он может привести. И компромисс с политикой этого мира. На протяжении всей истории мироздания компромиссы занимали не последнюю часть. Хотя это, как бы, ну, это более, то есть, это не, скажем так, не теологический, как бы, термин, да, то есть, не библейское, как бы, слово. Но мы поймём, что оно, как бы, имеет, как бы, место, то, о чём мы говорим. И не на заднем плане, и под предлогом выхода из сложных ситуаций решались путём компромисса разные ситуации. Политические ситуации, военные, мы видим, да, разные там, экономические, и даже, к сожалению, религиозные. Под предлогом, как бы, этого слова. Что такое слово компромисс? Вроде как бы звучит очень так, ну, как змей сказал про яблоко, так вот как-то звучит не очень так прям настораживающе. Компромисс это, я взял, как бы, одно из пониманий, может, его больше. Это разрешение некоторых сложных ситуаций путём взаимных уступок. Ну, правда же, это же неплохо. Это разрешение некоторых сложных ситуаций путём взаимных уступок, то есть и вашим, и нашим. Я хочу, чтобы вы понимали, я не говорю, может быть, в каких-то моментах, я не говорю сейчас о гибкости, что нужно быть только вот таким и всё. Возможно, в каких-то моментах семейных, когда тебе нужно пойти, наверное, на какую-то, ну, жертву, ты идёшь через себя, понимая, что это не совсем где-то правильно, но, опять же, иметь мудрость и какую-то грань, чтобы для созидания именно Божьего стандарта, не для своих желаний и вожделений, знаете, потому что иногда компромиссы, они потому что, ну, цель этого, да, и для своих как бы желаний и вожделений, но для созидания, действительно, именно того, что Бог, там, семейных ценностей, там, ещё чего-то, возможно, нужно пойти на какие-то, ну, уступки. Возможно, нужно, знаете, где-то посадить себя в хорошем плане в коробочку и где-то, может быть, не делать то, что ты, ну, можешь делать. Знаете, как Рав Шауль, апостол Павел, он говорит, я могу прийти к вам с дубиной и просто хорошо отдать, но я могу, то есть, в моей власти сделать вот это и вот это. И иногда в моей власти просто поступить немножко по-другому для цели, чтобы, там, ну, не знаю, там, создалась, там, или восстановилась семья, там, или отношения с детьми и что-то, ну, это, ну, в благих, как бы, целях, но не в целях, там, знаете, какой-то наживы, там, или, там, ну, мы же, как бы, все люди, все человеки, вот, или там как-то подняться, стать выше, стать уважаемой, знаете, как многие идут, этот, идут по жизням людей, по трупам людей для того, чтобы всё-таки его имя, как бы, оно стало вы... Нет, не об этом говорю. То есть, ну, чтобы вы, как бы, понимали, что я не говорю, именно компромисс — это всё, это табу. В некоторых моментах где-то нужно, но я буду говорить чуть о другом, именно компромисс с миром. И я хочу зачитать книгу «Откровение», 2 глава, 12-16 стих. И здесь Господь обращается к пергамской церкви, к ангелу пергамской церкви, то есть к тому, кто ответственный за эту церковь, да, потому что ангел — это служитель. На данный момент там был служитель в этой церкви. И вот Господь говорит, и ангелу пергамской церкви напиши. «Так, — говорит, — имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, что ты живёшь там, где престол сатаны, и что содержишь имя моё, и не отрёкся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живёт сатана, умершлён мой верный святитель Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов израилевых, чтобы они ели и доложертвенно, и любодействовали. Так и у тебя есть держащие учения Николаитов, которые я ненавижу, покайся. А если не так, то скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». И вот Господь, Он говорит о том, что есть очень хорошие... Ну, Он поощряет. Вот мне очень нравится то, что ты делаешь это, но есть то, что я ненавижу. И если посмотреть по истории, то пергамский период, он был один из самых сложных периодов в истории Первой Церкви. Сложный он был тем, то есть это был город, пергам. В этом городе стоял огромный жертвенник, и жертвенник Богу Зевсу, в кавычках. И что там происходило, вы сами понимаете, да? То есть там приносились жертвы. То есть приносились жертвы, и никто ничего не мог как бы сказать, и это было, ну, очень такое мерзко. И Господь, именно Он об этом говорит, что даже некоторые пострадали, как антиипа, да? Но некоторые как бы придерживаются таких моментов. То есть этот, в принципе, период был такой, ну, нелегкий. Чтобы служить Богу было очень сложно. Ну, потому что были законы, к которым ты должен был подчиняться. И интересно, что я посмотрел как бы по истории, да? То есть интересно, знаете, где сейчас находится этот жертвенник Зевсу? Не знаете, да? Ну, да, да, то, что там находится на Красной площади, это да, вот. Но именно этот жертвенник находится в музее, в Берлинском музее, да. Поэтому наши братья, которые уехали, там очень много есть работы. Вы знаете, интересно, что это где-то смешно, но когда моя семья путешествовала по Германии, они решили такой тур сделать, путешествие. Там, знаете, средняя дочь Вероника, она уже как бы все знает, она решила маму просто провести по всем городам. И вот они поехали в один город, еще когда проезд был бесплатный, знаете, ну, как это назвать, лафа, шара, все, знаете, как этот. И вот они поехали. И потом она скидала фотографии, говорит, ты знаешь, в каждом городе, говорит, мы натыкались на определенные такие нечестивые изображения. То есть это были памятники с нечестивыми лицами. Это были какие-то, даже на животных. То есть это не был просто, ну, там, лев, допустим, да. То есть это было подобие какого-то льва, там, барса, что-то. То есть это были какие-то, ну, как бы люди, животные. И что в каждом городе, в каждом городе, то есть эти памятники, как бы, они установлены. Ну, и мы как люди духовные, мы понимаем, да, то есть о чем это говорит. То есть сатана, он ставит, как бы, свою печать на определенные места и говорит, это место мое. Поэтому я скажу, что, нет, Бог любит Германию. Вот. Но есть определенные вещи, с которыми приходится бороться и придется бороться. И мы знаем по Писанию, что будет нелегкое время именно в Европе. То есть, ну, как бы, Писание об этом говорит. Поэтому есть, есть над чем работать, да, есть, есть кому служить и так далее. Поэтому Пергам, это тоже был город, где стояли огромные жертвенники, приносились жертвы Богу Зевсу. Там была просто мерзость. Хотя Эфес, он тоже особо не отличался. Помните, как там в Эфесе это было? Артебинда Эфесская, да, тоже там была богиня, что все поклонялись. Даже апостол Павел попал под раздачу, по-моему, когда у него было второе путешествие, он попал под раздачу, когда там начал против говорить. Но Господь, он все-таки сохранил. Поэтому, поэтому так. Но я хочу говорить дальше. Господь говорит о том, что ты хорошо делаешь, но есть вещи, которые я ненавижу. И он говорит об учении Николаитов. Писание, оно нам как бы не открывает, кто такие Николаиты, да, и не говорит о том, чему они учили. Но есть источники, которые мы сейчас просто, я буду читать много, которые говорят, кто такие Николаиты. Есть две, ну, может быть, больше, но я увидел две как бы версии, и то, о чем они учили. И дальше. Первая версия. По одной из версий, Николаиты получили свое название по имени Николая Прозелита из Антиохии, одного из семи служителей Иерусалимской, то есть по истории, что этот человек, он отошел от Бога, от истины, и как бы начал говорить определенные вещи, мы дальше об этом, и что именно он говорил. Книга Деяния апостолов, 6 глава, 5 стих. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа во исполненной вере, Духа Святого, Филиппа, Прохора, Никонора, Тимона, Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. И вот одна как бы из версий, то есть это последователи этого Николая, который отошел от Бога, как бы и начал нести ересь. Вторая есть версия, это по другой версии название Николаитов, это имя символическое, представляющее собой перевод на греческий язык, еврейского имени Валаам. Имя Валаам с еврейта переводится как разрушитель или разрушитель народа, а имя Николая с греческого переводится как победитель народа, и Николай имеется греческим эквивалентом еврейского Валаама. Мы когда, помните, читали книгу Откровения, там он сначала говорит о делах Валаама, и потом же же как бы переходит на дела Николаитов. И оно как бы совмещается между собой. Итак, о чем учили Николаиты? Первое, о чем они говорили, они говорили о гиперблагодати. То есть благодать — это хорошее, хорошее слово, это хорошее, не только значение, но то, что она несет. И Санислав Михайлович говорил, что благодать — это всегда возможность прийти к Господу, таким, какой ты есть. Благодать — это незаслуженная милость к нам, гречникам, которые не заслужили ни своими делами, ни чем. Просто Бог проявил свою благодать, что спас нас. И в этом заключается благодать. Но это ни в коем случае не вседозволенность, не анархия и так далее. И вот, гиперблагодать. Что они говорили? Независимо от того, сколько мы грешим, все покроется благодатью. Греши, наслаждайся, гуляй. То есть есть благодать, которая все покроет, и все будет хорошо. И даже больше того, то есть ты должен даже, чтобы проявилась большая благодать, нужно что делать? Нужно больше грешить. То есть тут даже, знаете, когда же, ну как бы говорится о том, что ты больше греши, потому что тебе нужна большая благодать. Потому что плоть наша — это порочная натура изначально. Вот она порочная. Все, ты знаешь, как рожденный ползать, он не способен летать. Все, ты вот рожденный грешить. Главное, чтобы наш дух, он был спасен. Ну, вы слышали такое вот, ну? И главное, чтобы наш дух, он был спасен. А то, что наша плоть грешит, да, это ничего страшного. В конце жизни мы умрем, и наш дух, он будет восхищен на небесах, с Господом, и все будет прекрасно. И вот об этом говорили это учение Николаида. Но что говорит Писание по поводу этого? Потому что нас всегда нужно сверять, знаете, у нас есть всегда полет мыслей о том, что мы хотим говорить, о том, что мы думаем, о том, что нам нравится. Ну, правильно? То есть, ну, если затронуть любые темы, полет мыслей очень огромный. Но есть мысль Бога и священного Писания. Иуда, видя все, что происходит, это послание к Иуде, Господь, Он говорит такие слова. «Ибо вкрались некоторые люди, именно о ком он говорит, издревле, предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». Это Иуда, 1 глава, 4 стих. То есть, есть люди, которые обращают, то есть, они пользуются благодатью. Знаете, иногда бывают люди пользуются твоей добротой. Ну, бывает, знаешь, что ты добрый по жизни, и вот они пользуются им так хорошо, ты простишь, ты им все, 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 ты промолчишь, слово не скажешь, переступишь, проглотишь, прожуешь, и все нормально. Ну, они знают, кто ты. Просто человек, ну, потрясающий. Вот такой человек, знаете, иногда такие люди даже в семье есть, к сожалению. Знаете, я, ну, как бы не хочу, ну, есть. Когда все простится, все помилуется, все хорошо будет, ты можешь натворить много ужасных дел, и тебя все равно простят. Ну, как с таким человеком не жить, правильно? Ну, потрясающе. Это же подарок от Господа. Ну, да, такой человек. Это же просто, ух, подарок от Господа такой человек, который все тебя простит, и даже скажет, еще упадет на колени, скажет, что хочешь, делай, все, прощу. И тут он говорит, что такие люди, благодать Божью, используя благодать Божью, что они не имеют права, они используют его для повода грешить. Написано в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Ишуа Мессии. И апостол Павел тоже высказывает свое мнение об этом поводе. Он говорит, это Римлянам 6 глава, 14-15 стих. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под благодатью, а, ибо вы не под законом. Да, ну вообще, просто жизнь потрясающая. Вы не под законом, но под благодатью. Да, то есть, ну, вы же не под законом. То есть, закон же, что он закон делает? Он говорит, ты грешник, ты неправ, ты вот тот, ты все, ты третий, все, не покайся, в ад пойдешь, все, а благодать, ну, благодать, ты прощен, ты это все. Я, ну, как бы немножко утрирую, но где-то это так, но иногда, знаете, есть игра, испорченный телефон. Кто играл? Там кому-то скажешь слово, пока оно пройдет, там уже, знаете, совсем, совсем, ну, уже другое слово. Ты, допустим, сказал, что связано там с водой, а уже 15 человек скажет, что там вообще под землей находится, или может быть вообще где-то в космосе, на третьей планете. Поэтому, знаете, иногда бывает оно искажение. И вот в этом, к сожалению, тоже бывает такое. И вот апостол Павел говорит, мы не под законом, но под благодатью. Аллилуйя. И потом вопрос, что же, станем ли грешить, никак? Если мы под благодатью. Потому что мы не под законом, а под благодатью никак. И вот что Божье Слово, оно говорит об этой, как бы, ну, скажем так, гипер, я как бы так назвал его, хотя есть такое, как бы там учение, там, да, там, нью-эйдж и так далее, и тому подобное. То есть, ну, кстати, я скажу то, что я говорю, это, в принципе, присутствует в наше время. Это есть. И если вы посмотрите немножечко истории, куда это всё, как бы, движется, то, я думаю, знаете, мир сходит с ума. И почему я поднял эту тему? Я ещё раз говорю, знаете, общаясь с одним, с одним, как бы, человеком, рассуждая, как Писание говорит, вот, мне сказали, что я являюсь религиозным, знаете, религиозным-то ещё и фарисеем. Ну, и фарисеем-то религиозным. как-то вот, и вы знаете, может быть, я не знаю, но смотря Писание, я вижу по-другому. Нужно смотреть на вещи очень широко, то есть, глубже на вещи смотреть, шире смотреть на вещи. Думаю, ну, как шире смотреть на вещи? Ну, мы знаем, что шире только куда, там, дорога идёт. Думаю, как-то вот шире, ну, опасно шире смотреть на некоторые вещи. Я говорю, на некоторые. Я понимаю, что нужно глубже смотреть на Господа, на Его присутствие, на Его милость, любовь, но не на те вещи, которые, ну, касаются чуть-чуть другого. И здесь мы видим, что благодать Божия, она превратилась в вседозволенность. Вот. И, как сказано, кто хочет идти за Мною, Дайшуа говорит, тот что должен сделать? Отвергнуть себя, взять свой крест и идти за Богом. Когда говорят, что жить по Евангелию, вообще, это просто, ну, ну, не верьте, не совсем просто. Это возможно с Богом, есть трудности, но это не совсем прям так просто. Ну, просто не верьте, скажите, ну, знаете, потому что Евангелие нужно защищать. Потому что Евангелие нужно отстаивать. Потому что за Евангелие нужно бороться. И поверьте мне, это не так просто. Это не плыть по течению. Знаете, прекрасная лодочка, мы плывем по течению, и так все красиво, мы наслаждаемся. Знаете, одна, давно еще одна женщина пришла к Господу и было такое учение, то, что ты приди к Господу, у тебя будет все прекрасно, Господь тебя поднимет на крылья, ты полетишь, и все будет чудесно. И она пришла к Господу и думает, вау, все, так супер, так все хорошо. Отчасти это правда. Действительно, люди приходят к Богу, Господь такие проблемы решает, что, ну, 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 никто не мог это решить. Никакие люди знатные, там, профессионалы, там, обладатели какой-то премии, там, психологи, никто не мог решить, но Господь, Он решил. И вот она пришла к Господу, она покаялась, вот, и в ее жизни наступил еще, возможно, сложный период, с которым она должна, как бы, она, ну, как, это что, это обман. Проповедники, они мне обещали, что все будет хорошо, а наоборот, стало еще, пришел к Богу и стало еще хуже. Вот, поэтому, знаете, ну, не знаю, вы, думаю, с этим, как бы, всем встречались, что, если верят, что идти за Богом, это легко, и в Англии это легко, не верьте, это нелегко, потому что вам придется сражаться, вам придется бороться, защищать, оберегать, поэтому это непросто. А как же благодать, можно сказать, как же ж, вместо Писания, также, общаясь с этим человеком, дальше, я просто продолжаю разговор, как же ж, Ишуа, когда привели к нему женщину, взятую при любудеянии, и хотели ее побить камнями, Он же сказал, кто без греха, первый брось, первый брось у нее камень, и как же, ну, и как же ты берешь этот камень, который выкинули эти фарисеи, ты его поднимаешь обратно, и давай швырять, фарисеи, а еще религиозно. И из этого понимания и мышления родился, родилось такое, интересно такое, как скажем, учение или не учение, понимание, как это, ну, обозначить, как анти, антиномизм, что-то такое. Анти означает против, Номос означает закон. Это система взглядов, отрицающая нравственный закон Ветхого Завета и считающая, что с нравственным законом Ветхого Завета было все покончено. Давайте скажем, Аллилуйя. Не Аллилуйя. И что если мы в Мессии, то нам доступна такая благодать, в которой мы можем жить, как хотим, так как мы уже больше не под законом, но под благодатью. Таким образом, согласно этому представлению, Ветхий Завет не настолько важен, чтобы читать его за исключением метафор, образов и символов, касающихся прихода Мессии. Новый Завет учит только о благодати, и он больше не имеет никакого отношения к Ветхому Заветному Закону. Вот такая вот теория или учение, которое называется антиномизм. И она, к сожалению, присутствует, и она существует в нашей современной. Она была тогда, ну, как бы, в принципе, ничего как бы не изменилось, только чтобы, ну, прогресс он пошел, там не было раньше самолетов, там, да, там машин. Вот. Ну, а сущность человека, она как бы осталась. И общаясь еще тоже с другим очень близким человеком, это мой родственник, просто общаясь, размышляя, он говорит, зачем мне всю жизнь стоять в очереди в рай? Ну, а зачем? То есть придет мое время, я стану быстренько в очередь, и все, я уже, Господь, я здесь. А так зачем всю жизнь стоять в очереди, эта жизнь дана, молодая? Я думаю, но описание говорит, ныне день покаяния, это вот сейчас, сегодня. Ты же не знаешь, что будет завтра или послезавтра. И не думай, что если ты запрыгнешь, ну, перед смертью, что скажет, Господь, вот я пришел к тебе, Господи, прости, что там надо? Прости, минуту покаяния, прочитал, Боже, прости меня, аллилуйя, грешный, Господь, святый все, я на небесах. Но, знаете, описание говорит о том, что каждый человек, он будет по делам своим. Я не говорю о разбойнике, который висел на кресте. Господь смотрит на сердце. Человек может прийти к Господу, действительно на одре смертно. Но написано, что искренне он поступает искренне, а с лукавым по луку. Если человек, он лукавый, и он знает, что он может сегодня покаяться, это же нужно изменить свою жизнь, это же нужно перестать, как это слово, не буду говорить, перестать грешить. Это же так сложно все. Да вот, нагуляюсь, как это, пей, юноша, веселись, гуляй, ну, знай, да, ну, знай, что просто, Господи, прости, тебя, ну, свят, свят, свят тебя не оправдает. Поэтому, Писание, оно говорит, что ныне день покаяния, ныне, не завтра, не послезавтра, мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что будет сейчас. То есть, если мы знаем, что есть дверь, которая открыта, это дверь благодати, мы должны в эту дверь входить. Господь говорит, что Бог повелевает, это повеление. В деяниях апостола Петр говорит, что Бог повелевает всем людям покаяться. Бог повелевает, не я, не там кто-то еще, Бог говорит, всем, потому что мы все грешники, мы нуждаемся в Божьем прощении. И здесь не стоять в очереди в рай. Здесь нужно бежать, пока дверь открылась. Знаете, дверь, она закроется. Представляете, что дверь, она закроется, как закрылась дверь Ноева Ковчега. Она просто закрылась, и все, хотим и не хотим, она закроется. И сейчас время благодати, друзья. Это всем, кто здесь, всем, кто может быть слушает, меня как-то, может быть, попадет на проповедь, не знаю. Сейчас время благодати. Используйте ее, потому что это время будет не всегда. И первое, да, гиперблогие. Второе, о чем, о чем, я буду уже немножко спешить, о чем, второй момент, о чем он говорил. Второе учение, это двустандартная жизнь верующего. Ну, то есть, и там, и там. Это свободная жизнь, не отстаивающая истинные христианские ценности, но мирской образ жизни. То есть, и учение Николаитов, оно предлагало сильно не напрягаться, ну, в этой жизни. Ну, то есть, не напрягаться. То есть, ну, если ты не можешь устоять в грехе, ну, греши, там, где-то можешь устоять, ну, стой, как бы, ну, как бы, особо не напрягайся, то есть, ну, как бы, все нормально, есть же благодать. И вот, учение Николаитов, оно сильно учило не напрягаться и идти на компромисс с той культурой общества. А та культура общества, ну, в то время, если мы касаемся именно первого, как бы, века, как бы, церкви, да, если мы касаемся именно, ну, как бы, пергамского, как бы, периода, как бы, да, то есть, ну, там, какая там была, ну, что там неслось. То есть, культура была пропитана язычеством. То есть, это поклонение императору, это участие в язычных праздниках, то есть, да, там, ну, участие, просто можно и только, то есть, можно участвовать, можно кричать, там, Ленин, за Ленина, ура, там, и так далее, там, или сейчас, там, за Путина, там, и так далее. То есть, ну, как бы, участвовать в том, что, ну, в чем ты живешь. Как бы, особо не напрягайся, надо там защищаться. Кто, конечно, защищался, ну, Антипа он был, там, умер шлем, ну, как-то вот получилось. А ты, как бы, нормально все, то есть, не надо, как бы, хочешь жить, молчи, кричи, ура, и все будет, все будет хорошо. И вот, как бы, вот такая вот двухстандартная жизнь. И, и церковь, и язычество смешалось. Еще в этот момент произошел такой, очень, скажем так, как сложный, ну, нехороший момент. Это 312 год, император Константин издает миланский эдикт о веротерпимости, в результате чего церковь объединяется с государством, и это была новая стратегия врага. Когда церковь не могли победить, не могли преодолеть, есть план Б, как-то повзаимодействовать. Знаете, иногда бывает в нашей жизни, когда враг, он не может нас победить, мы тверды в вере, мы сильны в Господе, у него есть другой план, план Б. Это как-то с нами, ну, подружиться, как-то завязать с нами беседу, там, что ли, там, да, и просто вот, и тогда церковь и государство, она объединилась вместе, вот, и если мы смотрим этот интересный пример, он очень сильно показывает нам на жизнь Валаама, да, знаете историю Валаама, да, вот, что евреи, они преуспевали, они были сильные, и царь Валах думает, нет, надо как-то с ними разобраться, тут есть хороший пророк, можно с ним это, если он проклянет, и мы знаем, что пророк, он знал Божье Слово, он знал Божье Слово, что нельзя проклинать то, что Бог благословил, а евреи, он был благословлен Богом, независимо там, как, что он, это другой вопрос, Бог, была печать Божьего благословения, но, и он не мог это сделать, он как бы не пытался, как, конечно, там этот ящик сокровища, я, конечно, молил ему глаза, молил, молил, как же найти, какой найти еще вариант, и тут к нему приходит потрясающая идея, может быть, на следующее утро, знаете, новые мысли, о том, что есть, его так не возьмешь, можно его взять другим способом, обманом, то есть, чтобы ввести в заблуждение, то есть, послать красивых девушек, чтобы они там подружились, как бы там, короче, поговорили там, ну, и как бы имели то, что имели, то есть, у дьявола есть, и тогда, когда они согрешат, да, ну, конечно, уже не согрешили, уже есть повод, есть же повод уже, ну, повод для Бога проклятия, ну, есть, они согрешили, поэтому, поэтому, знаете, это стратегия, так же самое, если он не может вас сдвинуть, ваш светильник, крепкий, с места, он тогда находит другой способ, это подружиться, поэтому очень, это очень важно, как, помните, есть такое выражение, да, то есть, церковь, она многое претерпела, многое устояло, но приткнулась на секонд-хенде, но бывает, да, столько прошли, столько всего сделали, столько, это, но на секонд-хенде приткнулись, поэтому иногда бывает так, как бывает, и это привело к тому, что законы, которые принимались, церковь должна, это было принять, или не выступать против, а в противном случае, были бы проблемы, и мы видим сейчас, в современном обществе, что, что, что привел, так называемый, вот это вот слово, скажите, я уже его забыл, компромисс, мы видим, да, что, к чему он привел, о том, что церковь, может быть, как бы она не хотела, но она уже под влиянием государства, и можно, можно посмотреть, пример, как бы с Россией, да, то, что она говорит то, что говорят в государстве, принимаются законы, она не выступает против этих законов, может быть, и хочет, но понимает, что уже не может, потому что им поставят условия, если она будет против, то будут проблемы, мы видим, что происходит в Европе, о том, что, да, принимаются тоже нечестивые законы, и церковь должна это принять, если будет против, в противном случае, ее закроют, или она прекратит свое существование, и мы видим, да, к чему-то пришло, что нетрадициалы правят парадом, и так далее, и тому подобное, есть некоторые, которые защищают Божьи права, да, они имеют проблемы, но они защищают, это уже против течения, поэтому не нужно идти на компромисс, и почему одна из причин, почему мы идем на компромисс, я имею в виду, именно с миром, общество, ну, церковь, это страх, книга притчи, говорит такие слова, это 29 глава, 25 стих, боязнь пред людьми ставит сеть, знаете, именно страх, думаешь, ну, если я не сделаю, то мне будет хуже, как-то надо вот такое толерантное отношение, что было и хорошо, и мне хорошо, но это неправильно, Господь, Он всегда говорит о том, что мы должны отстаивать Его Слово, как бы там ни было тяжело, и я буду завершать свое Слово, что я бы хотел бы сказать в завершение, я сильно вас пригрузил, знаете, я больше люблю говорить о благодати, о милости, у меня есть слово, там проповедь, когда там Бог восстанавливает Петра, там далее, там если ты даже не узнал Господа, не печалься, все равно Господь любит тебя, и знаете, когда ты поднимаешь темы, вот касающиеся вот этой темы, компромиссов, греха, осторожности, ну, они не сильно, как бы, но они нужны, они важны, потому что, потому что мы с этим сталкиваемся, мы живем, в этом мире ничего в принципе не изменилось, а вот кроме одежды, вот, поэтому нужно об этом говорить, об этом важно говорить, потому что Бог любит нас, потому что Он хочет нас предостеречь, предостеречь от разных ситуаций, которые, ну, есть враг, Он, это убийца душ человеческих, потому что Сатан, это убийца душ человеческих, не надо с ним заигрывать, не надо идти на компромисс, потому что его цель украсть, убить и погубить, это его конечная цель, и он не изменил свои цели, и Бог нас настолько любит, что Он говорит, сын мой, дочь моя, не надо тебе есть это яблоко, не надо тебе делать вот это и вот это, это к этому и к этому приведет, я не запрещаю тебе, это не запрет, не бойся, это предостеречь, чтобы чтобы из тебя уберечь от злых замыслов врага, который ненавидит твою душу, вы знаете, если бы Господь бы, знаете, мы еще не до конца понимаем, за что нам нужно благодарить, если бы Бог приоткрыл бы нам завесу, что как дьявол хочет нас уничтожить, но мы сейчас живы, и что Бог защищает, мы еще не до конца видим, настолько дьявол хочет разорвать нашу жизнь просто в дребезги, просто в клочья, но Бог этого не допускает, если бы мы это увидели, то мы бы, не знаю, у нас бы поменялось бы наше вот это вот отношение вообще к Богу, к церкви, к общению, к пути Божьему, знаете, не было такого, да не знаю, может быть сегодня не пойти в церковь, может не надо, помолюсь потом, сатана хочет разорвать нашу жизнь, хочет уничтожить нашу жизнь, и у него есть для этого много причин, но Бог, Он просто в слове говорит, не делай этого, я тебя хочу защитить, если ты допустишь, если ты откроешь дверь, я не смогу помочь тебе, есть Слово Божье, я не могу его нарушить, если грех войдет в твою жизнь, он тебя порвет, он тебя уничтожит, да, есть вот в этом и есть благодать, что ты можешь потом прийти ко мне опять, ты можешь сказать, Боже, я, ну, заблуждался, ну, прости меня, ну, отступился я, ну, вот, были, я человек, допустил ошибки, Боже, прости, и в этом благодать, что мы можем вернуться к Богу, но не как всегда взволенность, поэтому, если Бог бы нам открыл вот это, вот завесу, я думаю, что, ну, многое поменялось, что за нашей спиной стоит злейший враг, который хочет нас уничтожить, но мы живы, потому что Бог стоит между Ним и между нами, и за это нужно благодарить Бога, друзья, за это нужно благодарить то, что мы живы, то, что мы здесь, наши дети живы, да, есть какие-то трудности, проблемы, это все, это все ничто, мы сталкиваемся с каким-то ситуациями несправедливыми, мы можем поплакать, но мы живы, друзья, однажды религиозные правители в первой церкви апостолов тоже им пригрозили, мы знаем, да, это книга «Деяния апостолов», и сказали им, не рассказывайте о Господе, не говорите о Боге, или в противном случае будет очень плохо, церковь, она тоже переживала то же самое, даже еще хуже, если вы посмотрите, да, 70-й год, после, после, после Ишуа, да, правление Нейрона, когда сжигались, когда львы растерзывали, и мы видим, что были очень многие гонения, несправедливые обвинения, там, обвинили, там, в пожаре евреев и всех верующих, то есть, ну, они не сдавались, может быть, некоторые, да, там, отступали, как бы, знаете, уходили, потому что, ну, потому что боялись, или так далее, и вот пригрозили не рассказывать, но что сказал Петр? Он сказал, кому нам лучше повиноваться? человеком или Богу? Можно пойти на компромисс, сказать, хорошо, ну, мы не будем говорить, ну, ладно, уже ж, это ж власть, поставленная Богом, ну, надо быть с послушной властью и так далее. И опять же, я не об этом говорю. Но потом прийти домой, посмотреть в зеркало и сказать, что ты проиграл. Я проиграл. Или есть второй вариант. Не пойти на компромисс, отстоять свою веру и убеждение, зная, что Бог поможет тебе. И смотря в зеркало или на свою жизнь, ты скажешь, я победитель. Я победитель. Независимо от того, что мне говорили. Знаете, когда мне говорят о том, что подобные вещи, там, ты такой, ты такой, ты такой. Знаете, ну, я понимаю, что Писание говорит о том, что мы должны как-то радоваться, но оно как-то не совсем радует, особенно когда-то твои близкие люди. Ладно, знаете, кто-то там сказал в Африке. Ну, какая разница, что он сказал? Ну, он в Африке сказал, что прямо это токсин у нас касается, да? Не касается, ну, ладно. Но когда-то близкие с тобой люди, как Давид, помните, говорит, да, ты близкий мой человек, ты принес на такую боль, потому что ты близкий мой, родной. То есть, как бы близкий, ну, эх, или не идти на компромисс, как не пошли три юноши, которых хотели склонить, поклониться, да, ну, царю Намахалуносору, да, ну, Сидрахмасаха, они сказали, мы не поклонимся, даже если будет очень совсем все плохо, мы уже готовы, мы прочитали молитву покаяния перед этим, мы не поклонимся тебе, царь, потому что Господь говорит, одному Богу твоему поклоняйся и Ему служи. Как Даниил, которому тоже запретили молиться, там не поклоняться, да, там этот, царь, его кинули в ров, и шо ли вы, могли его съесть? Да, нет, потому что, ну, он был железный? Да, нет, потому что Господь стоял там, ангел стоял. Я верю, что когда мы будем защищать Божие Слово, и мы будем идти против системы мира, Бог будет защищать нас. Он не позволит нам, чтобы сатана, он навредил нам. Я в это верю. Поэтому не бойтесь, дорогие друзья, защищайте свою веру, не идите на компромисс. И как в этих историях, в Данииле, или в, в том же тоже Данииле, да, Бог защитил огонь, который сжигает все, там была раскаленная печь, там печь была, что металл плавится. Они остались невредимы, потому что Господь, Он был с ними. Львы, которые, ну, это опасные животные. В священном царстве это будут милые животные, можно будет их погладить, но сейчас они опасные. Попадешь им навстречу, надо искать ближайшее дерево, или не знаю. Они не могли разорвать Даниила, съесть его, потому что ангел стоял там. Я верю, что Бог будет защищать тех, кто любит его, и тех, кто готов отстаивать его ценности. И это здорово. Завершая, я хочу прочитать, как аргумент, как подтверждение, я хочу прочитать Псалом 90. мы знаем, что написано в первых стихах, я хочу с пятого стиха. «Да не устрашают ночные ужасы тебя, да не убоишься днем стрелы летящие, не устрашая тебя болезни, приходящие в ночи или полдневные страдания. поляжет тысяча вокруг тебя, поляжет тысяча вокруг тебя, и десятки тысяч погибнет справа. К тебе же смерть не сможет подступить. Увидишь сам, как Бог покарает злобных. В надежде на спасение полагаешься ты на Бога. Его ты сделал прибежищем своим, поэтому никакая беда не коснется тебя». Аллилуйя! Несчастье даже близко не подойдет к твоему дому, потому что ангелам, как они были с Даниилом, как они были с Сидрахом, Исаахом и Авденагом, ангелам своим прикажет защищать тебя, где бы ты ни был. И вознесут они тебя, чтобы ты не приткнулся на камень. На льва и кобру ты наступишь, и на молодого льва со змеей затопчешь. Господь промолвит. Того я сохраню, кто на меня надежду возлагает, кто верует в меня и о помощи взывает. На каждый зов его отвечу, не брошу, в дни беды спасу, и честь воздам, жизнь долгую ему дарую, и дам ему вечное спасение мое. Аминь! Давайте дадим Богу славу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok